Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня у наших мясников, так сказать, у людей, у которых мы покупаем мясо, был очень свежий молоденький поросеночек. Мы купили вот такой вот кусочек бачка чудесный и на самом деле мы купили не такой кусочек, отрезали от того, что мы купили такой кусочек и решили приготовить классический итальянский бекон панчетто. И для того, чтобы приготовить этот бекон, это будет вяленый бекон, для того, чтобы его приготовить, в первую очередь нам надо вот эту вот штучку, этот прекрасный бекончик засолить. На килограмм бекона я беру 100 грамм поваренной соли и добавляю 20 грамм нитритной, для того, чтобы в процессе засолки и потом в процессе последующего вяленя мясо у нас осталось, вот это вот мяско, прожилочки остались красивого красного цвета. Ложим сюда и тщательно натираем со всех сторон солькой, чтобы она у нас везде попала. Вот таким вот образом обваливаю полностью бекончик соли. Естественно, то, что будет лишнее, оно ссыпется и оставлю его, друзья, на 10 дней. Каждый день буду переворачивать его и поправлять слой соли. Вот как-то так. Оставляем его вот так вот на 10 дней в холодильнике, каждый день переворачиваем, чтобы он равномерно просолился и там, где надо, добавляем, опять его укутываем. Соль он простоял 10 дней в холодильнике. Я вам сейчас покажу, как он выглядит. Он просолился, принял форму, как вы видите, сало стало твердое, что характерно, что дала нам нитритная соль, то, что мясо в обычной соли, оно бы стало темно-серого цвета, а сейчас оно красное. Мы сохранили весь цвет проживок. Итак, друзья, первое, что нам надо сделать сейчас для дальнейшего приготовления, это обмыть этот бекон от соли и хорошенько просушить полотенцем. Как вы знаете, панчету можно готовить двух видов. Она может быть просто вот такая вот и может быть сделана рулетиком. Для того, чтобы сделать рулетиком, надо было бы брать кусочек шириной раза в три шире и срезать шкурку. Мы этого не сделали, поэтому у нас будет обычная панчета в виде классического бекона. Сейчас мы обмываем от соли и будем добавлять приправы. Лариса помогла мне обмыть бекон, его осталось только просушить. Берем полотенце бумажное и хорошенько его высушиваем. Промаркиваем, чтобы в нем вообще не осталось жидкости, вернее на нем. Чтобы на нем не осталось жидкости. Вот так вот я его полностью обсушил. Красота какая получилась. Пусть полежит. А я пока подготовлю специи. Я возьму в первую очередь несколько щепоток щабреца. Хорошенько его разодру. Эти веточки можно удалить. Надо идти в Карпат и собирать новый щабрец. В Карпатах мы были, а нам было не до щабреца, друзья. Щабрец есть. Берем чайную ложку черного перца. Который не хочет сыпаться. Но мы его заставим. Вот так вот чайную ложечку. Две чайных ложечки итальянских трав. Замечательного набора. Пол чайной ложечки гранулированного чеснока. Лучше не переборщить. Вот так вот. И пол чайной ложечки жгучего перца чили. Чили, конечно, можно и переборщить. Я люблю переборщить чили. Все это тщательно перемешиваем. Еще раз смотрю, чтобы наш бекончик был полностью сухой. И, друзья, укутываем нашу будущую панчетту этими травками. Хорошенько так вот прям втираем со всех сторон. Чтобы он покрылся слоем травки. Если что-то ссыпается, не беда. Мы завтра вернемся к этому вопросу, когда будем отправлять его на вяленье. Таким вот образом. Красота какая получается. Со всех сторон везде. Чтобы наши специи хорошо его облепили. Чтобы они везде проникли. Сейчас буду чихать от перца. Вот таким вот образом укутываем наш бекончик в специи. И оставляем его, друзья, на сутки в холодильнике. А завтра будем отправлять его на вяленье. Ну, тоже, собственно говоря, в холодильник. Мы в наш шкаф для выдержки сыровых колбас. А, как бы, на самом деле, все это вялить его можно будет и в холодильнике, на верхней полке, там, где высокая температура. Завтра я покажу, как приготовить наш бекон панчетто непосредственно для вяленья, друзья. Наш бекончик пролежал сутки в холодильнике. И он готов к тому, чтобы начинать его вялить. Вот такой он замечательный вид имеет в тех специях, в которых я его вчера укутал. Теперь нам его надо, опять же таки, отмыть от этих специй и тщательно просушить. Сейчас Лариса это быстренько сделает. Лариса обмыла бекончик. Как видите, он очень красивый. Покажи его со всех сторон. Он отлично просолился. Вообще красота такая получилась. Просто супер. И мы, друзья, его теперь хотим завялить. Для этого мы помещаем его в капроновый чулочек. И подвешиваем в холодильнике на верхней полке при температуре желательно 8-10 градусов. Вот таким вот образом он выглядит в чулочке. Лариса его здесь завязывает, делает петельку. И, собственно говоря, через месяц попробуем, какой он на вкус, наш бекон панчетты. А непосредственно видео, которое касается рецепта приготовления панчетты, мы на этом, друзья, будем заканчивать. Я надеюсь, что оно было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а мы будем снимать для вас новые видео. Всего доброго. Пока.